В какой момент все-таки, когда и как, документ стал таким, каким мы его все увидели? Это был такой сложный, энергозатратный процесс, я думаю, что со всех сторон. По сути, мне пришлось на себя роль посредника, выслушивал их требования, претензии к тексту. Фактически такая равноправная, равноценная, трехсторонняя работа. Но это произошло вот именно все в этот день или ранее уже какие-то наметки? Именно в этот день. Прямо, скажем, Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение. Но надо отдать должное, и в этих условиях, конечно, все-таки борьба шла за обеих сторон, за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую. Помощник перед вашим уже отдельным заявлением предлагает пробежать текст глазами, что называется, повторить его. Вы читаете? Я же это писал. А вот авторство трехстороннего документа, оно тоже ваше? Три автора, это совершенно точно. Что касается, вот реплики моей, имелось в виду то заявление, которое я сделал после подписания. Что касается самого текста, то мы делали это втроем. Я, естественно, президент Алиев и премьер-министр Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами. Россия выполняла только роль посредника. И брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение воюющих сторон. Что мы сейчас и делаем. Поэтому авторами, безусловно, являются три стороны. Алиев и премьер-министр Пашинян.